Путника Березовой Рощи В настоящем виде колхоз Адамиме был создан в 1975 году, объединившись с двумя другими. Здесь живут те, кто трудится в поле, на фермах, растит хлеб, производит мясо, молоко, другие продукты. Их 277 – полеводов, животноводов, механизаторов, колхозников. Сегодняшняя перестройка позволяет им взглянуть на колхозные дела с новой высоты. А перевод всех производственных участков на хозяйственный расчет во многом и довольно быстро изменил характер их работы. Повысилась ответственность за экономию во всем. Работники планово-экономического отдела совместно с главными специалистами основных отраслей Самым тщательным образом анализируют каждую хозяйственную операцию. Рассчитывают сроки окупаемости вкладываемых в производство средств. Определяют размеры прибыли. Экономическая служба ежегодно представляет отчеты о проделанной в колхозе работе. И по ним можно судить о том, что постоянно повышается рентабельность отраслей. Каждый вложенный в производство рубль дает колхозу ежегодно свыше 30 копеек прибыли. Общий доход составляет 778 тысяч. Создав культурные пастбища при молочных комплексах, руководство и специалисты колхоза перевели молочное производство на промышленную основу. Здесь работают высококвалифицированные мастера машинного доения. 99% молока, сданного государству в этом году, пошло первым сортом, за что колхоз получил 45,5 тысяч рублей дополнительной оплаты. В колхозе ни на миг не забывают, что основа всего – человек. Ему здесь созданы все условия для плодотворного труда. Можно долго рассказывать о многих тружениках, как о работниках высокой производственной культуры. У этих людей разные профессии, разные характеры, но роднит их одно замечательное свойство – все они любят и умеют работать. Трудом таких, как они, неузнаваемо преобразилось село – колхозная жизнь. Мало добиться стопроцентной механизации труда животноводов. Мало построить в колхозе промышленные комплексы. Надо, чтобы люди в совершенстве овладели механизацией. Надо, чтобы на комплексах они работали по высшему требованию промышленной культуры. И внимание партийной организации обращено на работу с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Руководство и общественные организации колхоза делают все для того, чтобы поселок, где живут, трудятся, отдыхают, растят своих детей-колхозники, был уютным. Чтобы человек утром с охоты шел на работу, а вечером его тянуло домой. Как по производственным делам здесь обращаются за консультациями к ученым, видным специалистам сельского хозяйства, так и украшать поселок здесь помогают архитекторы и художники. Проект каждого нового дома, каждой улицы здесь заранее обсуждаются. Самое главное условие и в одноэтажных, и многоэтажных домах, и в зданиях общественного назначения должно быть прежде всего удобно и уютно тем, для кого они предназначены. За одиннадцатую пятилетку на социально-культурные нужды было потрачено свыше миллиона рублей. В 1986 году – 284 тысячи. В колхозе открыт приемный пункт бытовых услуг. Колхозникам нет нужды теперь ездить за удобствами в город, тратить на это время. Теперь услуги по-другому. Местный здравпункт оборудован всем необходимым и работает здесь молодежь. Молодежи в колхозе созданы все условия для плодовища. Местотворные работы и счастливой жизни. Показателем подобной жизни является детский садик. Места здесь всегда есть. И дети обеспечены всем необходимым. Ведь дети – это будущее колхоза. В них залог процветания будущей жизни родного села, родины. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok